Есть на связи уже Владимир Фисенко, политолог. Владимир, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Владимир, скажите, пожалуйста, вот то, что заявила госпожа Карин Жан-Пьер относительно того, что обе партии Конгресса продолжают поддерживать Украину, все мы знаем про голосование, которое будет, бюджетное голосование в Соединенных Штатах, вселяет ли это оптимизм перед этим событием? Я бы пока был очень осторожен в оценках, прежде всего потому, что пока речь идет не только об Украине. Если бы вопрос голосовался только о бюджетной помощи и поддержке Украины, я думаю, что двухпартийное голосование бы сработало. Действительно, двухпартийная поддержка есть. В республиканской партии не все поддерживают Украину. Есть меньшинство, которое критично относится, требует проверки, либо переспределение средств в пользу американских нужд. Но в целом двухпартийная поддержка сохраняется. Однако, начинается избирательная кампания, борьба двухпартий на президентских выборах в США. И вот это главная проблема. В свое время, когда еще президентом был Трамп, демократы устраивали и шатдаун, блокирование бюджета, и импичмент Трампу. Вот теперь республиканцы делают то же самое демократам. Вот это главная проблема. Но где есть позитивная тенденция? В Сенате подготовлена двухпартийная резолюция. То есть не только спикер Белого дома заявил о двухпартийной поддержке. В Сенате подготовлена двухпартийная резолюция. Как раз по временному бюджетному финансированию федеральных структур. В том числе там предусмотрено около 5 миллиардов долларов для Украины. Для поддержки Украины. Это на ближайшие месяцы. И вот тут есть позитивная тенденция. Удастся ли это провести через Нижнюю палату Конгресса, где у республиканцев большинство? Это пока вопрос. Вопрос открытый. Поэтому я бы не спешил с прогнозами. К сожалению, риски есть. Но в целом механизм двухпартийной поддержки Украины, именно Украины, он продолжает работать. Но внутриамериканские разногласия, к сожалению, имеют место быть. Владимир, как вы считаете, а есть ли у Байдена и вообще Белого дома план Б? Не приведи, господи, не будет проголосованы эти 24 миллиарда? Разрабатываются ли сейчас? Подождите, пока речь идет, вот смотрите, 24 миллиарда это на весь будущий год. На следующий год. Да, на следующий год, да. Пока вот речь идет о временной бюджетной резолюции. Это такой компромиссный вариант. В США по-разному его оценивают. Кто-то поддерживает, кто-то говорит, что не надо, надо голосовать за весь бюджет на будущий год. Ищут компромисс. Пока еще несколько дней для компромисса есть. Мало, но все-таки есть. И на самом деле это же касается не только Украины. Тут вопросы и внутриамериканские, и очень много критики в адресе республиканцев, что они партийный интерес оставят выше общеамериканских и так далее. Поэтому есть компромиссы разные. Вот один вариант, это проголосовать на несколько месяцев вперед, до ноября. Есть варианты поиска компромисса в целом по федеральному бюджету на будущий год, в том числе вот 24 миллиарда для Украины. Какой вариант будет найден, пока вопрос открытый. Что касается плана Б. Когда президент Зеленский был в США, такие планы проговаривались. Ну, потому что риск все-таки есть, его надо учитывать. Поэтому, когда говорили с Министерством обороны США, с его руководством и с руководством Объединенного комитета начальников штабов США, проговаривалось, что, например, обучение украинских военных, целый ряд других программ военной поддержки Украины будут финансироваться по другим механизмам, по другим бюджетным программам. Так что вот этот шатдаун, приостановка федерального бюджетного финансирования не сказалось на помощи Украины. Это хотя бы частичная компенсация возможных проблем. Может быть, конечно, временная задержка. Но опыт показывает, это ведь не первый шатдаун в истории США. Опыт показывает, что это такая проблема, которую нельзя затягивать. Можно в нее поиграться какое-то время для партийных интересов. Но, исходя из внутренних и внешних интересов США, все-таки надо возобновлять федеральное бюджетное планирование и финансирование. Поэтому, я думаю, что это временная проблема. Она все-таки будет решена. И там, где будет речь идти именно об Украине, о поддержке Украины, двухпартийное большинство сохраняется. Ну, и, наверное, чтобы впредь больше таких вопросов не возникало, а возможности или невозможности приостановки каком-то затишье в помощи Евросоюза, страны Евросоюза очень правильно сейчас поступают. Они хотят подстраховать Украину. И уже много стран объявили о том, что они будут увеличивать объемы производства вооружения уже в ближайшее время. Ну, кстати, США тоже об этом заявили буквально на днях. Кстати, очень показательно, что к нам приехал как раз в эти дни, вот сегодня, собственно. Сегодня приехал генсек НАТО. Этот вопрос также обсуждался. Расширение военного производства в НАТО. В США вот эта тема тоже сейчас активно обсуждается. И, насколько я понимаю, эта проблема обсуждалась и во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. И, кстати, вот тоже очень важный момент. Была договоренность о том, что будет активно развиваться военное производство на территории Украины. Да, сейчас есть риски, конечно, потому что есть обстрелы со стороны России, воздушные атаки. Но то, что часть вооружений, часть боеприпасов, особенно для ПВО, будет производиться в Украине, я считаю, это очень важный шаг вперед. Для сравнения отмечу. Еще до начала российского вторжения, когда Владимир Зеленский первый раз приезжал в США в 2021 году, как раз вот два года назад, это было конец августа, начало сентября, тогда украинская страна предлагала американцам развивать совместное оборонное производство. Но Соединенные Штаты на тот момент на это не пошли, в силу разных причин, в том числе и бизнесовых. Сейчас они понимают, надо идти навстречу Украине. Это вопрос и обороноспособности Украины, и вопрос гарантии безопасности для Украины, и в целом для Запада на будущее. Так что вот это тоже один из механизмов компенсации проблем, которые сейчас возникают в США. Но так, чтобы эти проблемы, скажем так, были сиюминутными не только сейчас, но и на будущее. Так, чтобы можно было Украине самой себя обеспечивать боеприпасами. Но в целом расширение военного производства, это сейчас один из приоритетов и в США, и в Европейском Союзе. Владимир Владимирович, ну давайте вот более детально, вы уже затронули эту тему, не анонсированный, что вполне логично во время полномасштабной войны, визит генерального секретаря НАТО Янца Столтенберга в Украину, встреча с Владимиром Зеленским. Тут уже цитируются, конечно же, заявления Столтенберга, например, что Украина ближе НАТО к НАТО, чем когда-либо. Ваши вообще впечатления? Какие вы сделали для себя выводы после данного визита? Поделитесь, пожалуйста. Ну это не первый и не последний визит генсека НАТО в Украину, и это подтверждение системного активного сотрудничества НАТО с Украиной. Я бы так сказал, де-факто Украина уже одной ногой в НАТО. Мы активно сотрудничаем с Североатлантическим альянсом, взаимодействуем с ним в разных сферах, от обучения военных и до поставок вооружения. Поставки вооружения идут через платформу «Рамштайн». Это скорее тактический вариант, потому что в НАТО 31 страна, а в платформе «Рамштайн» около 50. Так что тут просто более широкий формат военно-технической поддержки Украины. Но в целом сотрудничество с НАТО сейчас у Украины беспрецедентное по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому вопрос на перспективу юридическое оформление нашего вхождения в НАТО. Когда и как это произойдет. Это, конечно, будет зависеть от окончания войны, от условий окончания войны. Но я думаю, что это неизбежный процесс. А сейчас как раз визит Генсека НАТО, подтверждение того, что сотрудничество активно происходит, расширяется, развивается. И я думаю, что уже идет и подготовка к будущему саммиту НАТО. Напомню, что это будет юбилейный саммит НАТО в США. НАТО будет праздновать юбилей 75 лет со дня создания. И кто его знает, может быть, будут и приятные сюрпризы для нас в этом плане. Не будем спешить пока с прогнозами и анонсами. Но я думаю, что новый этап сотрудничества между НАТО и Украиной будет обсуждаться. Я думаю, что должен быть сделан новый шаг в развитии этого сотрудничества. Это в интересах как Украины, так и НАТО. А пока речь идет именно о содержании. О наполнении того, о чем было договорено как раз на Вильнюсском саммите НАТО. В частности, это так называемые продвинутые ежегодные программы сотрудничества. Их по-разному оценивали. Поскольку было заявлено, что Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству в НАТО, ПДЧ, о котором было много споров. Мы хотели сначала идти через этот переходной этап. А в итоге, после того, как Финляндию приняли без ПДЧ, оказалось это возможно. Швеция идет таким же сценарием. И в принципе мы претендуем на такой же ускоренный вариант вступления в НАТО. Я думаю, что это возможно. Но тем не менее, конечно, нам еще надо многое сделать. В частности, переходи на ряд стандартов НАТО. Де-факто, опять-таки, по вооружению, по организационному строительству вооруженных сил, по планированию и так далее. Мы как раз во время нынешней войны очень быстро переходим на стандарты НАТО. И я бы сказал так. С точки зрения боеспособности, украинская армия сейчас может дать фору абсолютному большинству других армий стран НАТО. И в этом плане формальный момент они отходят на второй план. Вот главное сейчас это определить конкретную стратегию и тактику нашего вхождения в НАТО. И, конечно же, окончание войны. Вот здесь все зависит от того, какой будет объем, формат, содержание, поддержки, военно-технической поддержки со стороны НАТО в пользу Украины. Владимир, ну, менее осторожные эксперты, они уже открыто говорят о том, что Украина станет членом НАТО. Но, как говорится, не будем очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Вы все правильно говорите. Главное, что процесс сейчас идет, и процесс идет очень активно. О чем нам может говорить тот факт, что не только Столтенберг был сегодня с официальным визитом, с неанонсированным визитом в Киеве, но также к нам прибыли и министр обороны Великобритании, Гранд Шапс, это новый министр. Это было его знакомство и с президентом Зеленским, и с главнокомандующим, и с нашим новым министром обороны. И также министр обороны Франции Себастьян Лекарню. Наверняка говорили не только о пути Украины в НАТО. Возможно, еще анонсировали контрнаступление и записывали, что нам нужно из вооружения в первую очередь. Конечно. Ну, я в этой связи, поскольку речь идет о Великобритании и Франции, напомню, что не так давно мы получили дальнобойные ракеты именно от Франции и Великобритании. И успешно их использовали, ну, по неофициальным данным. Я не буду здесь ничего утверждать наверняка, тема деликатная. Но разные источники, в том числе российские, говорят о том, что эти ракеты были успешно использованы для атак по Крыму. Так что уже есть результаты. Но сам по себе факт очень примечательный. И он, конечно, говорит о том, что, во-первых, с Великобританией министры меняются. Вот я вот вспоминаю, когда уходил Борис Джонсон и приходил Риша Сунок, новый премьер-министр. Ну, как это повлияет на двусторонние отношения между Украиной и Великобританией? Ну, тогда и я, и другие эксперты говорили, что главные национальные интересы, взаимные потребности. Вот в рамках нынешней большой войны Украины против российской агрессии Великобритания стала одним из наших главных военных и политических союзников. И мы видим вот это партнерство, в том числе в поставках оружия, в активной политической поддержке. И нынешний визит новой министра обороны, он это подтверждает. Как вот премьер-министры менялись, а поддержка Великобритании сохранялась. Точно так же министр обороны тоже поменялся, а поддержка Великобритании сохраняется. И активное системное сотрудничество сохраняется. Вот я буквально сегодня вечером познакомился с новым послом Великобритании в Украине. Кстати, разговаривали с ним на украинском языке. Он работал в Украине еще в времена оранжевой революции. И он сказал, он мечтал вернуться в Украину. Вот я просто цитирую, мечтал вернуться в Украину. Это вот тоже вот деталь маленькая, но она показывает, насколько тесные сейчас отношения между двумя нашими странами. И то, что сейчас вот в числе таких активных партнеров Украины, в том числе Франция, и визит ее министра обороны это подтверждает. А еще напомню, что главный поставщик оружия уже в 2024 году – это Германия. Я думаю, что ее министр обороны тоже, я думаю, в Украине будет. Он тоже активно сотрудничает. Вот встречался с нашим новым министром обороны на недавнем заседании платформы «Рамштайн». Вот почему это важно? Потому что раньше, вот как раз в контексте НАТО, напомню, 2008 год, 15 лет назад, бухарестский саммит НАТО, тогда именно Германия и Франция заблокировали предоставление Украине плана действий по членству Украины и Грузии в НАТО. А сейчас они нас поддерживают в этом пути. И, кстати, активно поддерживают и Украину в европейской интеграции. Видите, какие изменения произошли. Вот я думаю, что вот это самое важное. Те страны Европы, Запада, НАТО, которые раньше скептически относились к Украине, сейчас нас активно поддерживают. Владимир Вячеславович, давайте еще обсудим, так сказать, финансовые моменты. Появилась информация, что Соединенные Штаты заморозили суверенные активы на сумму 8 миллиардов долларов, основная часть которых находится в ЕС и Японии. Ну, давайте напомним нашим зрителям, что западные страны заморозили вообще российских активов на сумму приблизительно 300 миллиардов долларов в ответ на начало полномасштабного вторжения в Украину. И уже больше года, по сути, длится дискуссия о том, попадут ли эти деньги в Украину. Вот говорит ли арест этих 8 миллиардов о том, что лед в данном вопросе наконец-то тронулся? Или не все так просто? Ну, лед трогается, я бы так сказал. Вспоминается, да, Остап Бендер в этом смысле, да, его известная фраза. Но на самом деле, если уже всерьез говорить, действительно ситуация меняется. Не так быстро, как нам хотелось бы. Тут есть нюансы, я просто поясню, в чем есть сложность. И это надо принимать во внимание. Дело в том, что и в США, и в Европейском Союзе, это все-таки демократические страны, где доминирует принцип верховенства права. Они не могут манипулировать, исходя даже из значимой для себя политической конъюнктуры, манипулировать нормами права, своего законодательства, правовыми принципами, бизнесовыми принципами и так далее. Защита частной собственности, суверенных активов, для них это всегда очень значимо. Поэтому не стоит ждать быстрых изменений. Здесь правовые процедуры, они, к сожалению, работают медленно. Но то, что сейчас на Западе ищут варианты, как это использовать в пользу Украины, это очевидно. Это, кстати, подтверждают и руководители как раз новых структур, назначенных для координации помощи Украины со стороны США и со стороны донорской платформы поддержки Украины. Они ищут такие формы. Это не так просто. К сожалению, в некоторых странах надо менять конституцию для этого, как, например, в Германии. Есть, к сожалению, и такие жесткие ограничения. Но я думаю, что очевидны позитивные тенденции. Поэтому шаг за шагом. Здесь надо набраться терпения. Шаг за шагом, я думаю, эта ситуация будет меняться. И будут искать возможности для того, чтобы использовать... Ну, например, арест активов произошел. Будут использовать проценты. Проценты с этих активов для поддержки Украины. Пока это частичная мера. Но очевидно, что процесс идет в пользу Украины. И я думаю, что шаг за шагом эта ситуация будет меняться в нашу пользу. Будем мы на это надеяться, потому что мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что и Россия не сидит сложа руки и ищет способы, в том числе и подкупа, и шантажа. Мы знаем весь грязный арсенал их работы, чтобы хотя бы хоть часть какой-то этих арестованных активов и Центробанка, и вот этих вот суверенных активов к себе вернуть. Спасибо вам за этот разговор. Владимир Фисенко, политолог, присоединялся к нашему... Благодарим. Всего доброго. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова